Корь – острое инфекционное заболевание, которым болеют и дети, и взрослые. Болезнь передаётся воздушно-капельным путём и опасно развитием осложнений. В инкубационном периоде корь определить сложно. На катаральной стадии появляется температура, кашель, недомогание. Характерные для кори высыпания и пятна появляются сначала на слизистой полости рта. На третьей-четвёртой сутки сыпь распространяется по телу человека. В первую очередь поражается кожа лица и шеи. Потом пятна переходят на тело и конечности. На сегодняшний день в Сарове болеют шесть человек. Четверо детей и двое взрослых. Самому маленькому пациенту всего два месяца. Из шести заболевших двое было госпитализировано. Это мама с маленьким ребёнком. И четверо лечились амбулаторно. Из шести заболевших пять человек не имеют ни одной прививки против кори, то есть абсолютно не привиты. Один больной, взрослый, имеет одну прививку против кори, которая не защищает от заболевания, поэтому заболели все шесть человек. Единственный способ защитить себя от заболевания корью – вакцинация. Первую прививку делают детям в возрасте 12 месяцев, вторую – в шесть лет. Мы отследили связь заболевших с больными корью в Дивеево. То есть Дивеевский район до сих пор продолжает регистрироваться заболевание корью. И люди, выезжая, не привиты за пределы города. И, будучи в контакте с больными корью, почти в 100% заражаются корью. Непривитые и непереболевшие взрослые также должны сделать прививку от кори в два этапа. Вакцинация особенно важна тем, кто работает с населением или кто находится в инфекционных домашних очагах. Карантин 21 день. Если в этом очаге есть дети, взрослые, непривитые против кори, у них кто-то заболел корью, то в течение 21 дня непривитые, неболевшие, не имеющие сведения против прививок, против привитости, против кори, они не могут выехать в санаторий, в какие-то детские лагеря, они не могут планово поступить на лечение в стационар. Это непривитые в очагах кори. Если известно, что здоровый человек контактировал с больным корью, то необходимо сделать вакцинацию в первые 72 часа. Она обеспечит лёгкое течение болезни. Также необходимо обратиться в больницу для проведения профилактических мероприятий. При первых признаках заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. До прихода врача свести контакты с людьми до минимума. Чаще мыть руки с мылом. Или использовать спиртосодержащие средства. Использовать средства защиты органов дыхания. Маску или марлевую повязку.